Геннадий Тихонович, молитесь, начинайте. Боже, милостью будем не грешному. Создай в имя, Господи, помилуй в имя. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть яковоистину, блажитесь я, Богородицу, пресоблаженную и пренепороченную. Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим. Безысление Бога, Слово, Рожешу и Сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, Молитва ради причисти Твоя, Матери, и силы щаснага, Животворящего Креста, Святых Ангелов, наших Хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благости и человеку. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, Создав ими, Господи, и помилуй меня. Безчислав все грешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты везде существуешь и весь мир наполняешь. Источник благ и жизни, Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благую души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй. Помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Незапно придется дея, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал необычное Того человеколюбие и поднял меня в спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. «Придите, поклонимся Царю нашему Богу». «Придите, поклонимся и преподем ко Христу, Царю нашему Богу». «Придите, поклонимся и преподем к Самому Христу, Царю и Богу нашему». Читает Псалом. 91 псал. Какие дела Твои, Господи? Дивно глубокие помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того, тогда как нечестиво возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой урок Ты возносишь, как урок единорога, и я умощен свежим илеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Господь царствует, Он увлечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышает реки, Господи, возвышает реки голод свой, возвышает реки волны свои. Но паче шум вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомерно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Божие отмщений, Господи, Божиим пщений, иви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззакония. Попирают народ Твои, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умышляют. И говорят, не увидят Господь, и не узнают Бога Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны и вежды. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли. Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумение? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законам Твоим. Чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивым выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего, и не отставит наследие своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешение Твое услождают душу мою. Станет ли близ Тебя сиделище губителей, умышляющих насилий вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника, и осуждают кровь неповинную. Но Господь защита моя, и Бог мой, тверды не убежище моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейство их, истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божия. И спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных, всякой плоти, на высотах небесной живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью, прожив всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда общий судья придется слово воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти... С Него радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. «Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешную и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, возьми крепко несчастную руку, мой, и выведи меня на путь спасения. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и чем я согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения уражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и садил меня рабом. Достойным Своей милости. Аминь. Прествятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного Мама его погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерения, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое прочистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божие. Игнатий, Владимир, Сергий, Андрей, Дмитрий, Янис, Наталья, Ольга, Надежда. Мы уседно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца Моего духовного, Игнатия, батюшку Иакима, мамы моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага. Не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все и грехи, вольные и невольные, дар им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причисти Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Игнат Тихонич, продолжайте. Спасибо, Господи, помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Рипи, Андрея, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священнический и иночийский чин. И высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наимдающим священникам, если угодно Тебе. Смири власти воинства их под крепкую руку Твоих, наведи страх Твою на них и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нурсултана. И дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и мужчина сценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отсутничество от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи Божий наш, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этом дне от всякого зла, греха, от нарушения заповедей Твоих, святых. И сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серапимов. И Владимиру даруй веру, Господи. Благослови Людмилу и любовь Владимира. Алексея и Иосифов, пришли добрые жители, с детьми, знающими, любящими за столставы Твои. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадаев, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликкину и Рашид пределы общих. Побуди всех на благовестие и найди новое душу. Спаси и помилуй. Валентина, Екатерина, Надежда, Наталья, Анастасия, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Ирию, Екатерину, Екатерину, Галину, Рафиль, Екатерину, Сергея, Сергея, Александра, Александра. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, обозри на врагов, разруши их замыслы, не дай желаемым несчастивым. Дай им покаяния, примири их с нами. И в судный день не помяни их безумия, Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора, Алексея. Ты их знаешь, Господи. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию и благослови. И сохрани его, мудри Максима. Защити его. Дабы враг и не приблизился к нему. Я от пьянства издали Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Найди, Господи, все наше родство. И вдохи, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Татьяну. Путешествующие. Благослови и возврате. Раису, Льва, Виктора, Виталию. Господи, посети болящих. Дай силу перенести страдания. И пошли на исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежда. Валентина, Валентина, Валентина. Татьяна, Татьяна, Татьяна. И Анастасия. Людмила. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Ибо по Твоему благоволению все окажется на пользу во спасение душ наших. Посети болящих в вузах, находящихся в психиатрических лечебницах. Пытаемых детей Твоих. Укрепи их, дабы никто не отрекся от Тебя. Благослови Самиру, дай ей веру. Тебя в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. И сохрани наше это сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. Для пользы многих людей, трудящихся. Игры, Юлию, Дмитрию, Виктору. Сергея, Сергея. Андрея, Андрея. Дмитрия, Вячеслава. И благодетели наши, благослови, воздаем добром. Наставь на путь истинный. Елену, Людмилу, Нианилу, Александру, Евгению, Наталью, Надежду, Юлию, Светлану, Гвардю. Аллилуйя. Спаси и помилуй, Господи. Тремящихся познать истину. Откройся им в Твоей святости и простоте. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его вообучище. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Высшему Богу, на земле мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Воздай милостями всем, кто помогал нам в нашем путешествии. Благослови Павла, Зинаиду, Владимиру, Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежду и всех несокрытых от Тебя людей. Благослови их и посеянное, возрасти. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас. Воздай милостями в вечности всем, трудившись от моей душой и возрастанием ее. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна, благослови их в вечности. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Моучи нас, Господи, житель бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Каждому дару и жилье, никому не завидовать, не роптать и быть во всем экономном, прославляя Тебя. И не страшиться царей и начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мебликийский чудотворец, моли Бога о нас. Святые пророки, молите Бога о нас. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеме, Амос, Наум. Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Иаил, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрихин, Порок Михея, Авраам Исааки Ахов, да исполнен Господь Духом пророческим церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полной еле добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, Всенебесные, Силы, Крестолу Божьего, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, дарят Господь нам жажды исследовать священное Писание и по ним поступать. Ибо они свидетельствуют о Тебе, а через них мы будем уметь жить вечную. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сибирский инстинкт, Философ, Космай и Демьян Андреев, Стротилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское семейство, Владимир, Ленин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Венемину, дай веру, Старше родителей за ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы и Василия, Великий Григорий Богослов, Иоанн Затаусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да помилуй, ты спасет Господь нас И сохранит нас в святой православной вере, А замысле репиков еще преврати и развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феопа, первомущие, Сапатина, Самаренина, Феврония, Вера, надежда, любую, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юлия, Кипельяна, Устинок. Молите Бога о нас, Да дарует Господь послушание и молчание, Целомудрия и стыдливой женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, Семейство Евгений, Надежда, Надежда, Сапатана, Мария Египетская, Людмила и Анна. И прими нашу молитву возъяне рук, Как жертву вечернюю благоухания, Приятной перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи милосердный, И исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка, Всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит араб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, Любоначаля, Празнословия и сребролюбия, Не дашь мне душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпения и любви, Даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть моя прегрешение, Ежедневно суждать и брата моего, Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного И помилуй мя, Господи, слава Тебе. Милости Твои, Господи, Полна земля. Хвала Тебе за это утро, Которого никогда еще не было на земле. Прости мои согрешения, Тайные и явные, В уме и помышлении, В воде и в ночи, И во всей дне жизни нашей. Ибо Ты благо, Человеколюбис. Аллилуйя. Располяем воедивные дела. Слава Тебе, Милосердный Создатель. Хвала Тебе, Честь и поклонение. Слава и благодарение. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначаля, Празнословия, Сребролюбия Не дашь мне. Дух же целомудрия, Смиренно мудрия, Терпения и любви Даром мне работ твоему. Ей, Господи, Царю, Даром изреть Моя прегрешение, И не осуждать Брата моего. Яхо благословен, Иси, Во веки веков. Аминь. Вала Тебе наш, Милосердный Создатель. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Немножко побеседуем о молитве. Ну а что молитву? Молитву, отзывай, говори, говорит, открывайте свои желания пред Богом, как апостол Павел пишет филиппийцам. Ну, на первый взгляд, будто бы и все понятно. Желания какие есть? Желаний много. Как Горький писал. В 11 лет 100% девчонки все думают только о том, как выйти замуж. и молитва тоже, покров. Покров это 14 октября, землю покрылась снегом. На молитве как? Ну, девушки молились, как раз полевые работы закончились. Ну, а ей замуж надо, личную жизнь устраивать-то. Пресвятая Богородица, покрой меня женишком. Все понятно и открыто. Никаких постигновений ни на счет, нету. Просто покрой дары. А вот если уже Сочельник, это перед Рождеством Сочельник, перед Крещением, ну, тут уже можно прочитать Жуковского, Василия Андреевича, как они бросали башмачок через забор, а посмотри, куда он повернут будет, с какой стороны жених приедет. А они гадали, а что это дело бесовское? Ни слова не сказано про это. А восхитительное, и вот там он является, свечу зажигает, смотрит, иногда с ума сходили, кто в зеркало отражение смотрит. Тоже молитва, молитва. У христиан четко и ясно говорится, главное препятствие это непрощенный кому-то грех проступок. Если ты вспомнил вдруг на молитве, положи жертву твою, оставь свои молитвослов, закрой псалтырь и примирись сначала, возьми мобильник, позвони, ну, что там, тогда пешком надо было идти, труднее это было устанавливать. А хорошо там, где гнев, солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот это солнце, горизонт, у тебя, чтобы ни одного не было, на кого ты что-то имеешь. ненавидящий брата есть человека убийца, смертный грех, ненавидящий под одеялом лежит, да чтоб тебе повылазило. Вот теперь все, из-под одеяла не вылезешь. Вот надо считать, самые древние молитвы, какие у нас сохранились, это молитвы в Библии. Вот иногда люди недовольны, вчера мне прямо звонят, а что такое избрание. У меня тут клиент, мы беседуем, в это время звонок на стационар, бывшая у нас сестра ушла, она куда неизвестно, тоже. Хорошая все, не молилась и Господь поймал на этом, она все ревновала кому-то больше внимания, чем ей. Бабка уже на пенсии ревнила, смотрела, кому больше внимания уделят, а не ей. И на этом все сгорело. Все потеряло. Если человек не прощает, помни одни, а последняя твоя сера, говорит, помни одни смерти и вовек не согрешишь. Не на молитве нигде, помни, я умру и с молитвы я не встану. А люди будут толковать. Одни будут говорить, вот умер, как Серафим Саровский прямо на молитве умер. Он на кирпичах там коленками стоял, чтобы больно было. Не уснуть. И загорелось, свищу заделали, как, а старообрядцы же ненавидят их. Ни коньяни-то, проклятые, молятся еще. И говорят, это, говорит, он курил, у него не затушена папироса, упала у Серафима, Саропского-то. Ну и загорелось у него там внутри. А что курил, не курил, неважно, здорово придумано как. И вот человек умер прямо на молитве, во время чтения Слова Божия. Толкование дают этому, а Богу не угодно было, и Бог вышиб его из жизни. Сидел, проповедь составлял. Надо же, в чем застану, в том и сужу. Проповедь человек писал, а другие, Богу так не угодно было проповедь, что Бог убил его за это. А то у баптистов уже говорят так, на Карева Александра Васильевича, когда он умер. А это говорили отделенные баптисты, святые себя считали. Вот и молитва. Куда она пойдет? Да не в осуждение. Молитве надо учиться. В другой раз кому-то скажешь, ну помолись, поблагодари. Он мыщит, стоит, он не знает, как сказать, что сказать. Вот я встречаюсь, меня позвонили, вызвали в Красноярск. Там в Просфорне сделать нужно большую русскую печь, Просфорную печь. Много же надо Просфорта. Ну ехать, не ехать, помолился. Ну и брат мне говорит, я скоро уезжаю, охота была повидать отца Александра Пивоварова. Поехали. Ну поехали. Ну помолились, конечно, благословились. Я приехал, когда туда, настоятель, хорошо известный нам, Бурдин. Потом он в Греции жил, в конце, когда пошел. Вот с Силуяном стал, яромонахом. Сильно болел, рак у него был. А сын его, который у меня вызывался быть защитником, Сергей Дьякон, для Слова Божия нет. Уст там его послания, сильные, писал он. Но его убрали, чтобы он у меня не был защитником. Он много времени проводил в библиотеках и все выписывал. Решение совнаркома, не преследовать верующих, показать, что меня ни за что арестовали-то. Власть давит через архиерея. Архиерея – это погремушка в руках советской власти. Гедеон был Докукин, архиепископ. Он Сергея, а Сергей он в Афганистане воевал, заболел и на носил, как говорится, привезли. Он там где-то у Иоанна Тобольского мощи прикасался и выздоровел. И вот здесь за меня у них битва получилась. Каждый молится. Молится. Он его, Сергей, вышиб, чтобы Дьякон не был, а по миру ходил, как вот на Андрея Кураева когда кинулись, а кто? А своя сворота, своя, как я называю, кодла. Вот. Свои. Отовсюду выгнали. Везде. И преподает Московская Духовная Академия, там разве каждому разрешают? Он работает, преподает в Московском университете Ломоносово. И оттуда звонят, чтобы убрали его. То есть мстительность, у верующих мстительность на другом уровне, чем у неверующих. И когда начинает проклинать, и чтобы в вечности был проклят Иван Афим, они верующие не знают, там взяли, расстреляли, а это дальше в ад толкают. Вот это молитвы, и все мы хорошо сделали, скинули его, убрали, забыли все, что он делал, сколько людей через него пришло, через Андрея Кураева. А какая же молитва тогда у всех-то была? Ну иногда говорят, ну я не знал, я по отношению себя скажу, он священник, он лгал, клеветал ужасно, мы икон не признаем, Божью Матерь не признаем, а потом посадили его, он сидел, а я ему помогал в тюрьме, называется СИЗО, следственный изолятор, у нас здесь, в бывшем женском казанском монастыре. Монахин-то еще расстреляли, а других сюда сидельцев-то завезли. И вот он, Владимир Суртаев, в Хитманово был священником. Я ходатайствую в краевую прокуратуру иду за него, а он столько клевет распускал, ну что теперь поминать-то, ему тяжело, надо облегчить. Ну и ему 14 что ли лет там наворочили-то, а тут помогло ему ходатайство наше или что, он вышел, вышел и стал к нам ходить молиться. Так мы же от русской православной зарубежной церкви, о, это самое то, что за чистоту борется, это царская церковь. Я говорю, тец Владимир, вы же говорили людям, что у нас икон нету? Говорил. Но если скажут, не говорил, а у нас есть люди, которые у него были, слышали, да, говорил, а зачем? Ну ты же видишь, что у нас иконы везде. Правда у нас поцелуют, лбом не бьют икону. Поцеловал и пошел. А чтоб к вам не ходили. Причина какая? У них нету епископа. Я говорю, ну ты же видел сейчас епископ у нас тут и какой он, домодедовский. Ну, ты же видишь, что есть епископ-то и подчиняющийся патриарху Кириллу. Ну, вижу. Ну, наговорил, говорил. А ты знал, что есть епископ? Знал. А зачем же ты говорил людям-то? А чтобы к вам никто не ходил? То есть, чтобы не ходили к нам люди, я на днях посмотрел в интернете, на меня против составлено не выступление, а роликов, примерно 220, которые я только обнаружил. ролик один составить и там надо из каждого там где-то вырвать. А составлено-то из моих, из этих. Там огонь горит, ад горит, это я горю, я. И вот они ничем не занимаются. Представь, 220, это ролики большие, обличитель Лапкина, или там Христовы себя называют. Ну, я не знаю, что дьявол. Я говорю, ну, ты молился в то время-то, когда против говорил-то. Ты в алтаре стоял, ну, а как я, раз священник, да, поднимал руки кверху-то, да. Ну, он уже раскаивается, я не знаю, ну, что-то знал, не знал. Ну, то, что ты перед Богом стоишь в алтаре, про это ты знал, знал, а ты знал, что Бог живой. Ну, конечно. И ты знал, что Бог слышит молитвы, правильно, неправильно, но Бог слышит, да. Почему тебе Бог ни разу не отметил, что ты лжец, а участь лжецов в озере Огненном? Тем более, вон, происхождение его, где-то около нас, прям, километров 20 от Потеряевки. Ну, а в другом районе Алтайского края был. Ну, почему тебе ответа-то не было? Ну, не раз говорят, ну, я не знал, поэтому прости, вот я говорил на вас там, даже без злого умысла, ну, даже так, но ты же молился, почему Бог тебе не ответил, ни ангел, хранитель тебя не ткнул мечом в брюшину-то твою, пузырь раздулся, говорю, как клещук на шее у быка весной, приросте 169 сантиметров, вес 150 килограммов, но явно видно, что не человек стоит, а пузырь. Другой нормальный, худой, ну, почему Бог тебе не отвечал-то? Ты об этом думал-то? Нет. Ты просто молотил словами, никогда от Бога не ждал ответа? Нет. Вот я сидим вчера с Володей, со своим Пащенко, я говорю, ну, человек как-то, вот тут у нас, которые есть, вот я гляжу, тут Вячеслав заходит, Дмитрий, и говорят, вот я не знал, а вот на ваши труды вышел, я узнал, теперь вот Бог поставил на тот путь, ну, может быть, пройдет время, тебе еще что-то отсанется, где-то. Я говорю, у меня так не было, что вот я верил так, а потом вот так. Не было, 56 лет назад. Как будто у меня, вот так кто-то заложил туда сразу, только углубление. То есть в этой теме, я знал Златоуст, я четко знал, но я его весь не считал, только отрывки. Наконец-то его весь просчитал. Теперь на Златоусте, на любой стих я могу ответить как, потому что я не считал, а начитал. А составляя симфонии и прочее, еще на 6 раз всего 12 томов промолотить, там где-то с пропуском, уже в насчитанном. И я каждый раз жду ответа от Бога, о чем молился. И таких ответов получено мной ни два, ни три, а может не сотни, а даже тысячи. Притом ответы бывают мгновенные. С молитвой еще не стою, и о ком молился, уже в окно стучится. Почему у тебя этого не было? Вера-то где твоя? Сейчас бросил все, какую-то фирму железную, от отец Владимира Суртаева, он называется Красный Дракон. Другого названия никак нельзя. Пасеньки, говорится, шапка. Вот для лагеря даже нашего железное там, ну все, с железом дело имеет-то. Хотел дать, я не взял. Да зачем? Деревянное сделаем, катушки разные там, качели. А так все коснется, неправда нажито, и Бог с тебя это взыщет, у тебя все сгорит. Так нам говорят, жития святых. И вот я возвращаюсь к молитве. Молитва, ну, самая древняя, это первая молитва, которая там молится, еще до потопа там. Авель молится с Каином, у одного Бог принял. Как они молились-то, неизвестно. Но вот определенно, прямо просили, научи нас молиться, ученики. Они за Христом пошли, говорят, как Иоанн научил своих учеников. А чего молиться-то? Бери да и говори, что есть. Говорит, открывайте свои желания. Не, не все. Конструкция, главное, это Отче наш. Отче наш, сущий на небесах. И эту молитву искажают больше всего не где-то, а в алтаре священники. У меня брат священник. Я говорю, считай молитву Отче нашу. Он считает ее. Избави нас от лука, аминь. Я говорю, там аминь, а дальше что? Аминь, это у Луки. Почему вы взяли вариант молитвы Отче нашей? Они несколько разнятся. Долги наши, а в другом месте грехи наши. А у Матфея там 6-9. Вот так написано. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Царство, сила, слава. Может быть, Отцу и Сыну, и Святому Духу. А священники считают. Ибо Твое есть царство Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, где ты взял эти слова Отца и Сына? Это вас Ария перепугал. Вы не знали куда. Не добавляй к словам Его, чтобы Он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стихи. Он обречит тебя. Не прибавляй. Это слова Его, Отче наш. Вы свою молитву составьте, там добавляй, что надо, добавляй. Но это слова Божьи. Это не молитва Василия Великого, Златоуста, или там, Григория Двоеслова. Но молитва, Отче наш. Зачем добавляете во имя Отца и Сына, и Святого Духа в конце? Потому что Ария не признавал Троицу, и вы туда, куда надо, не надо. Счастнейшую Херувиму, славнейшую Бессравнение Серафиму. Туда толкали и толкали. Вот Лидия Муранова, примите ее. Тут она вроде пришла, хоть раз побудет, из Америки. Она меня с Александром Менем познакомила в свое время. Это я увидел, попудно говорю. Проверенный человек, она сейчас выезжает в Потеряевку. У нее сыновья уехали в Америку все там. И вот она сюда, давно-давно уже желает приехать. Ну, приезжает раньше, я говорю, я тебя отдам работницы Надежде Васильевне или Матушке Людмиле. Это попутно сказать. Люблю это попутно. И вот мы считаем, самая молитвенная книга, самая древняя, которую знают, это псалтырь. Псалтырь – это музыкальный инструмент, многоструйный. Ну, вот как гусли играют, похожее что-то. Ну, по-разному рисуют. Оригинал-то не сохранился. Повесили 136-й псалон там наши, говорит, арфы на вербах. 3000 лет назад составленное песнопение обо всем говорится. Ну, конкретно о чем? О том, что Бог отомстил врагам. Чтобы Бог презрел на наши страдания и помиловал. Это главное. И дальше прославление Бога за красоту всего творения. И вот есть такой псалом один, 13-й. Сказал безумец в сердце своем «Нет Бога!» И ну, он же знал, Давид, все написал-то. Ну, и, наконец, в 52-м псалме опять повторяет тот же самый псалом. А почему? Центр. Научи нас молиться, как Иоанн. Значит, Иоанн научил, и какие-то молитвы были заучены, но ни одной нигде нету. Почему никто не записал или не сохранил? Что молитвы были духовные, в этом можно не сомневаться. Что там говорилось о страданиях, я немало не сомневаюсь. Ну, апостолы молились, Господи, возри, говорит, на угрозы там Пилата, Ирода. Прямо молитвы перечисляют гонителей своих. Вот сейчас бы мы, ну, раньше было бы возьми на угрозы Сталина, Гитлера и саделай то и то. Вот это молитва. Открывайте свои желания перед Богом. И Давид говорит семикратно в день, 118-й Псалом, 164-й стих, проставляю тебя за суды. Не за то, что выздоровел, не за то, что дети при тебе, не за то, что путешествие благополучное окончено, что урожай собрал. Нет, за суды. А суды бывает так, что ничего не остается, кроме угольков. Это уже прошлое, но я буду семь раз в день за эти суды славить тебя. Что-то у меня там получилось так, вот тут мне ногу оторвало, а воздействие глаза лишился. И семь раз в день буду славить за суды, что Бог так судил. Удивительное дело. Три тысячи лет Псалтири. Псалтири. И продолжает. Там, я не знаю, слышит меня или нет? Что-то тут выскочило. Кто-то слышит, нет? Слышим. Лидия Муранова просится. У меня нету Лидии Мурановой. Я не знаю, как ее. Сами добавляйте. Ну, я не знаю. Да, на меня она должна выйти. Я могу нажать ей? Вы можете ее в группу добавить. Ну, если я нажму, тогда все, капут мне? А как он может добавить ее? Ну, там есть значок, такой, человечек с плюсиком должен быть. Не надо, ее нету сейчас, не надо. Я боюсь, вышибет мне, и все, я тут не закончу. Научи нас молиться. Ученики со Христом ходят, слышат, как он молится. И, однако, они понимают, эта молитва превышает человеческое отношение к ней. Невозможное. А как он молился? А длинное? Нет, не длинное. Евангелие от Иоанна, 17 глава, называется первосвященническая молитва. Это может молиться так только Христос, первосвященник. Первосвященник. Прославь меня, Господи, славой, которую я имел у тебя прежде создания мира. Но мы это не можем говорить, нас не было. Никто не знает, когда образуется душа, или какое-то у Бога место, души там, а потом при зачатии дает. Тоже не знаем. Никто не знает, ни один святой отец. Вопрос возникновения души. Насколько достоверно, но говорят, что было даже голосование там на соборе, есть ли у женщины душа. Но настолько она непокорива, это создание, настолько греховная. Через нее все мы умираем. Вот кто-то виной в смерти, а то из-за тебя тот погиб, а одного, и он говорит, не могу себя простить, из-за меня погиб. Но вот смотришь, остров, там Петр Мамонов играет, и он всю жизнь сходит, и Господи, помилуй, а он не убил даже. Капитан-то остался живой. И он не может себя простить. А здесь через нее, через женщину, все мы умираем. А она в это время красится, еще, еще хочет живьем в ад затащить. Смотри, какие у нее там разные побремушки. И в губу вдернет, и в нос, и на пуп прилепит даже. Пирсинги разные. Через нее все мы умираем. И она выйти на улицу боится, если она капкан не поставит. То есть, перекрашиваться. Зачем краситься? Как говорил Ефрем Сирин, чтобы завлечь чужого самса. А куда завлечь? Куда? В космическую черную дыру, что он исчезает и навсегда улетает. Вот и все. И вот научи нас молиться. А как? Дух Святой откроет как? Если человек не может молиться, не все тут благополучно. Не то, что он неречистый, это не на первом месте. На первом месте связь с Богом. Дочка, будет ли матери ходить и каждый день говорит, мама, а ты с папой как объяснялась, когда у тебя любовь к нему вспыхнула? Дочка, придет время, сама узнаешь. И слова найдутся и прочее. И так же точно парнишки этому. Слава Иисусу Христу! Ждем тебя, дорогая! Аллилуйя! Татьяна Кузьминишина, Капустина. Научи нас, Господи, молиться. Я о молитве начал говорить, это все впереди было предисловие. Как молиться будут? А вот эти молитвы, считаем, повесили арфы наши. Люди, вот мы, а вы вот сейчас молитесь, а вас все тут видят в интернете. А Христос запретил, говорит, закрой дверь, а вы даже интернет открыли, молитесь. Ну, ты концовку смотри, о чем говорится. чтобы иметь честь. А какая честь, когда мы молимся, нас обвиняют во всем, и парисеи и прочее. Ну, концовка-то какая, что делает ради тщеславия, там, и прочее, чтобы восхвалили их. А мы-то не, я об этом не знаю, чтобы кто-то думал. Думает такое, значит, уйди, запрись где-то. И научи нас молиться, и нужно ждать ответ. Ответ. По нашей кратковременной жизни, ну, не 20 лет, ну, может быть, и так. Вот Сергей парализованный, 17 лет молился, и Господь услышал, забрал его. Думаю, так, именно забрал, а не просто умер, скопыльнулся. И вот научиться надо молиться. Образец данном в Священном Писании. На молитве есть такие, что Бог людям открыл, глаза они уверовали. Да, есть, есть. И не разумел я, как скот я был пред тобою. Как скот, доколе не вошел во святилище, в храм, и там Бог открылся ему. И вот доказывать надо, что Бог есть. Молитва такая есть. А что ты доказывать будешь, когда он не верит, он слепой. Открой его глаза, помажь мазью твоею, считай, откровение 3.20. Надо человеку вот это, дать понять, что он слепец полностью. И чтобы Господь открыл. Вот вчера тоже вышел, а я атеист. Я говорю, а что слово атеиста значит? Атео, тео, Бог, а? против Бога. А раз против, значит, он есть. Бога нет, пустота, разреженное пространство, ты не воевал бы против этого. Ты потому и лаю... Игнатий, Игнатий. После молитвы я всегда послесловие пишу, стой здесь, внимай. И вот людям нужно рассказать о Боге. Вот сестра наша, Лидия Ефимовна, зашла из Америки. Вот она будет в Потеряевке скоро. Я ей благодарен за всю жизнь. Она мне свела с Александром Менем. Она, именно она. Ее голос для меня был особый. Там они составляли тогда такие ленту переворачиваешь, по кадрику, и она как раз там озвучивала с Александром Менем. Так вот, теперь относительно того, что доказывать-то. Чего доказывать, Бог есть? Я говорю, ты объясни, вот в море плавает медуза, и кит плавает, финвал. Это одно и то же. Ну да, это вот миллионы, миллиарды лет. Да миллиарды лет земли не было, даже по-научному, понимают-то. Ну, чего ж непонятно-то, кит и килька. И при том, килька никогда в кита не превратится. Почему сегодня эта килька не превращается? Самые большие стаи рыб обнаружены два миллиарда миллиарда рыб в одном косяке. И ни одна не превратится в другую рыбу, в карася. А карася в порося. А порося в гуся. Ну, чего непонятно. Посмотри, птица такая ходит, длинные ноги такие по пустыне, секретарь называется. И на голове у нее длинное перье, которым писать можно. Секретарь. И она змея, она ее клюет, поднимает, бьет об землю раз за разом, пока из нее, говорится, не вытрясет весь яд. И тогда съедает. А другая маленькая печушка, посмотри, сколько у нее цветов, как у нас тут жулан, большая синица. А бывает птица такая, там, гоголь. Вот, ну, это в Москве везде в зоопарке. Какими полосками там, как ровно полоски, и блестящая там, и желтая, и синяя, и красная. Кто это разукрасил-то? А воробья нету, серенький, ржавленый, ржавая у него краска-то. И ни один воробей из стаи не вылетит, чтобы превратиться в страуса. Вот тут-то что говорить? Написано, говорит, через рассматривание творений, божья сила видимых. Первая глава, считаем, послание к римлянам. Так что люди эти, безбожники, безответные. Ун Шульдеген по-немецки так как, неизвинительны. Видеть такое, видеть, и говорить, что все из ничего, все из одинакового было, а потом вдруг превратилась мошка, маленькая, кусает нас, комарик. Но он, комарик, никогда в орла не превратится. А вот было время, он стал и стал орлом. Ну, даже и дурью нельзя назвать. По образу и подобию, по подобию своему, по подобию. От курицы курицы густи не будет. По подобию. А ему сказали, все, поэтому я и блужу, я эту дуркую. Почему? Ну, так я родился, вот так было. И как доказывать? Я говорю, а как же человек-то? От обезьяны? Да. Дарвин доказывал. Дарвин, говорит, я никогда этого не доказывал. Он был церковным старостой до смертного часа. Он был верующим. Он говорил, видоизменяемость краски. Белая бабочка, если она залетела в Лондон и живет на серой мглистой стене, и где смог с дымом туман, то проходит там столетие, и у ней свет меняется. Свет, не бабочка. Чтобы ей быть меньше заметной. Вот так доказывают. Так молиться надо, не быть безумным. Отрицает Бога. Златоуст говорит, безумнейший из безумных. Безумнейший из безумных. Им еще нельзя доказывать. А как же не называй безумным, Христос сказал. Нет, он говорил, безумные слепые. Про них и говорил. Ну, я прощаюсь. Ну, посмотрим. Вот о Лиде. Ну, а то у тебя что там? Наверное, сорняки сжешь там? Я так понял. Печка-то хороша у тебя. Да толстая такая. Как будто бы старинный паровоз на дороге Черепаново. Нет, нет. Это такой камин уличный. Все палки, все сухое. Понятно. Крядок камни, все, чтобы не загорелось. Ну, это у тебя небольшие. Небольшие там у тебя где-то. А у нас, если мы начинаем грести, мусору несколько капешек. Тут надо неделю жечь. Поэтому мы вывозим. У меня капешки. Вот они. Вот одна капешка. На улице вам не разрешают сжечь. А я на улице жгу. Это мой задний двор. Нет, но я знаю. Ну, а отдельно кучу без печки сжечь-то нельзя? Нельзя, нельзя. Правда, правда. Поэтому у меня такой камин специальный. Ну, понятно. У нас это запрет по нашему деревенскому уставу. Если где-то большое сжигать, только весной, в безветренную погоду, всех предупредив, и рядом поставить противопожарное, там, чтобы было и песок, и вода. И все равно зажигали. Конечно. Зажигали и горело все. Ну, хорошо. Ну, вот. Я просто хотел вам похвастаться, что я вот готовлюсь, видите, привожу все в порядок. Вот. И, значит, никак не дождусь от вас совета. Какая у вас там погода? А никто не знает. Я отвечаю сразу. Никто не знает. Потому что предсказывает одно, а бывает другое. Ну, примерно, Игнатий Тихонович. Например, сын. Завтра я отправляюсь к сыну в Германию. Вы здесь? Я здесь. Алло. Да, здесь. Я к сыну. И сын мне говорит, что у них вообще лето. 16-17 градусов по Цельсию. Где? В Москве? Поэтому... Нет, это в Германии. Я же сначала в Германию отправляюсь. Ну-ну-ну-ну-ну. Да. Помните, я в Германию. Там навещаю ваших друзей. У нас еще ночью морозит. Все еще отрицательное, минусовое. Я у вас буду с конца мая. Поэтому вспомните, что у вас там бывает в мае-июне. Я говорю, бывает жара. Бывает жара по 30 градусов, а бывает и холод. А 7 июня 7 градусов мороза брякло. А 7 июня даже репью нельзя было прислонить. Репей, большие лопухи и трогаешь, как стекло разлетается. Как стекло. Да. Так что сказать никто не может. Ну ладно. Ничего, не пропаду. Если что, вы меня оденете во что-нибудь. Правда? Меня не будет. Я 10 июня туда поеду. Я тебе сказал. Я тебе отдам друзья там близкие. Надежда Васильевна или матушка Людмила. Она агроном. Ближе, ближе к этим датам мы, конечно, еще свяжемся и все согласуем. Да, да. А я хотел спросить. А у вас тут... Что? Вы показали. Это я и не видел, что там затуманились буквы-то. А бросьте это. Я же поставил все вчера. Заново перекачал. Второй вариант уже лучше. Потому что первый был совсем мутно. И нельзя увеличить текст. Второй раз уже все... То, что лучше, а хороший, хорошо считается. Очень хороший, да. Да, да, да. Вашего Геннадия Фаста я все это прочла. Ну, это я никогда загнала. А я никак не мог узнать-то, что она так поставила-то. Ну, извините, что я так вас как-то, получается, критикую, что ли. А вот я благодарю. Люди-то все уже стали жаловаться. Говорят, там ничего нельзя прочитать. Там туман. Да, да, да. Ну, сейчас хорошо. Второй вариант отличный. Все можно почитать. Спасибо. Спасибо. Вы Стивену-то сообщили, что вы уезжаете? Я ему давно сказала об этом, когда билет еще купила. Я ему тут же сообщила все и пригласила в компанию. Но в ответ такой холод. Это давняя была уже беседа. Я и забыла. У него сейчас фокус на его крещение. Вот не сегодня, завтра будет крещение у него, я понимаю. Вот. И он там все это изучает. Другое. Он же меня, он сказал, что его друг старинный, Иосиф, правильно, уже два года, как где-то в районе Золотого кольца. Вот. Но как-то я бы хотела его навестить, если будет возможность. Он мне более симпатичен, потому что он уже два года живет. И не сегодня, завтра будет священником. Вот. Если удастся, я бы его навестила. Хорошо. Пригласите в гости его вместе с Митчеллом. Поэтому и навестить-то именно с этой целью, вы сами понимаете. Да. Вот. Ребятишками, скажи. В Германии... Скажи ему, этому Иосифу, скажи ребятишек, я возьму бесплатно на лето у него. Да все знаю, всю вашу программу знаю, все знаю. Мне бы только действительно до него добраться, но в Германии я буду у сына очень долго просто бездельничать. У меня будет очень много времени. И вот там я, так сказать, попробую и с Иосифом познакомиться через скайп и так далее. И вам все буду сообщать. А с Валентиной Сорсисон, я давал... А с Валентиной Сорсисон? Все получила, все получила. И говорю вам, очень надеюсь, что мы все встретимся на скайпе, когда я к ней приеду в гости. Так она собирается, наверное, в Россию. Так ты и Валентину там прицепи с собой. А, хороший вопрос. Значит, надо у нее... Надо с ней... Ну, говорю, я завтра уже буду в дороге, понимаете? Да. Сейчас уже бездельно. У меня, так сказать, несколько паническое состояние, суета. Вот. И доберусь я до Германии, с ней свяжусь, и все мы с ним выясним. И вам доложим. Я спрошу, а вокруг вас люди, вон там я вижу такие простые избушки-то, как наши, А они знают, что вы русская? Да, знают. И поэтому со мной даже не здороваются. А почему? Goodbye, да? А это... Это я приеду, вам расскажу, если хочется. Сейчас мне хочется говорить. Главная черта Америки – индивидуализм. То есть я сам по себе, я сам себе царь и бог, и никто мне не нужен. Люди необщительны – это норма здешняя. А то, что я здесь, в этих избушках, за 19 лет развела себе сад, деревья посадила, цветы посадила, в отличие от них, это у них вызывает негатив, зависть и неприязнь, что я зачем-то высовываюсь. Хотя я им дарила семена цветов. Ну, отсюда у них столько сект, больше 20 тысяч сект разных, так аж же сам себе парит. Конечно. Конечно. Поэтому я вам написала про этого нашего молочника весёлого. Он занимается очень негативным делом. Пропаганды своей вербуют себе через лёгкое примитивное христианство таких примитивных людей. И в этом огромный минус и опасность. Вы никак не отреагировали. Примитивное христианство – это очень как раз на руку сегодняшним людям из провинции. Очень грустно. Хотя он типичный протестант, и всегда он очень с улыбкой своей деликатно, но просит деньги, качает деньги. А вы бы задали ему вопрос, что же ваша протестантская Америка, протестантская всегда, с открытым христианством, в кавычках, такая злобная, такая ненавистная, недружелюбная совершенно. Никто не откроет дверь, и никто не подаст куска хлеба. Вы бы задали ему вопрос. Может, поэтому он избежал России. Русские этим отличаются от всех, а сибиряки особенно среди русских, потому что тут ссыльные были, двери открытые, людям помочь надо, и так воспитанные. Русские люди, славяне, всегда были открыты в этом особенность и сила русского духа, русского народа. Поэтому эта открытость, бескорыстность и вызывает злобу у других людей, потому что в Европе, в Америке это непонятно. А если непонятно... А у вас там на улице, где живете, кто-то голубей держит, нет? Насчет голубей никогда не выясняла. Наверное, это... Какой-то надо страховку иметь, разрешение властей местных наверняка. Не видела никогда и вообще нигде. Где бы я ни бывала, и в разных штатах, никогда не видела голубей ручных, как у вас. Да. А вот в Германии там показано, около храмов везде голубей, тучи. Дикие, дикие, дикие голуби. Где, где? А, голуби, да, на улицах, в городах, так сказать, на площадях, они, конечно, есть. Вот, такие, так сказать, дикие, неручные, как у вас. Это обычно, как обычные птицы. Расскажите, неделю назад вы показывали своего голубочка, больного, и больше нет информации. Какая сегодняшняя судьба? Так у меня я про другого вчера выставил. Я пошел, а голубь, голубенок вывалился, замерзший лежит. Я его взял в руки, а он застывший, как льдинка лежит-то. А второе яйцо, болтун было. Я бы пока держал, рот один раз открылся, я бы подумал, что просто само от тяжести. А оказалось живое. Я его дыханием в избе отогревал, отогревал. И сейчас, не знаю, живой он или нет, сегодня смотреть буду. Подложил под другую голубку. Мы кормили его из пипетки. А потом в рот я брал готовый смесь, и он клюв у меня изо рта брал. Только так они могут питаться. Да, да, да. Это уличный. А вот тот, который в вашей семье... Не уличный, это мои голуби. Вы неделю назад показывали, что два родителей, два малыша и вот один малыш. Я посмотрю как раз это. Сегодня еще, может быть, снимать даже буду. Посмотрю, как он. Один, словно, еще жив. Счастью, жив, да? Так, все. Уходишь, да? Нет, я не ухожу. Я спрашиваю, тот голубок еще у вас жив? Да ничего пока не скажу, потому что я еще не смотрел сегодня. Ну ладно, хорошо. Мне надо кошек спрятать сначала, комнату освободить. И теперь я застилаю все бумагой, а потом только начинаю выпускать на прогулку. А когда родители вылетят, тогда я посмотрю. Тут два этажа, один этаж я должен разгрузить, подготовить, а потом начинаю тканюшни чистить. Да, у вас много работы, есть чем заниматься. Да и каждый день, притом каждый день. Понятно, понятно. Ну хорошо. В общем, ничего мне не сказали. Погода неизвестная. Ничего. Ну а что я могу сказать-то? Никак не узнаешь. За мной отдельно никто так, станции не стоят, как за Федором Конюховым. Там миллионы устукали. Вот он летит когда, а его шар потянул в другую сторону. Ему говорят, скорее поднимайся выше. Выше на 400 метров. В другом направлении идет поток. И с большой, с огромной скоростью. И вы вернетесь в Австралию. То есть они за ним смотрят, наблюдают. И он слушает их по рации. Ты поднялся, его опять развернуло и потянуло туда. Потому что шар, а шар он только воздушным потоком движет. Это в море он где-то, а он не может, но его предупреждает. Будет шторм. И вот сейчас всех просили молиться. А его священник в руку положили. Зачем? Кому? Медузам проповедовать? А зачем? Сколько раз уже океан пересекал опять. Он не может уже. Это как какая-то тяга, заговоренность. Зачем жизнью рисковать, когда ты священник? Люди Бога не знают. Ну понятно, что тут абсолютно ничего, кроме тщеславия, нет. Нехорошее слово, но там больше ни для чего. Он приедет и скажет, к нему обратятся. Что? Тут ничего нет. И такие мухи терпеть, там веслами стоит, орудует. Его обеспечивают всем. А то стране нашей какую-то там славу дает. Какую славу дает, я понять не могу. Правильно. Это вариант спорта. Это вариант сегодняшнего спорта. Это жизнь. Одиночный. Жизнь у него на этом. Он один шторм. Переворачивает все. Волны поднимают 12 метров высоты. Я видела. И я видела его интервью. Он очень доволен. Он любит это одиночное плавание. Контакт с космосом, с Богом. Так он чувствует Бога в космосе, в океане, в одиночке. Ну, трудно понять. Он зато очень популярен. Ты Богу не скажешь, а я был один, а я плавал. Ты должен показать плоды. Покажи веру твою, говорит, без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Яков пишет. Что он покажет-то? А найдите его. Найдите его. Выйдите с ним на контакт. Скажите ему все это. Да мне даже желания нет. О чем с ним говорить-то? Об этом? О чем вы мне сказали? Это пустое. Пусть ученника. Бывает, желание какое-то есть. А это никакого желания не было. Это Александра Мене я желал увидеть, услышать. А его нет. Федор у меня не тянет. Там все на глазах. Он ничего не делает. Садится, закупает, помогает, следит. Зачем? Перелететь. Купи билет, перелетел в Америку. Ему это не надо. А надо, чтобы следили, смотрели. Он борется. Ну, рано или поздно, ты тоже... У японцев был один, но на самые высокие вершины один восходил. Один. Самые большие вершины победил. И исчез внезапно. Это упал, видно, в расселенную. И все, больше не вылез. Исчез бесследно и по сегодняшний день. Уже лет... Понятно. Ну, ничего. Будем надеяться, что просто он, как представитель России, доказывает вот такую смелость русского человека, отвагу, духовность. Это для западного человека тоже не тайник. Останая-то Россия-то. Нас зовут Раша-Параша. Пьянь одна. Возьми вот это вот в рулетке. Одно блудодейство. Ну, как вы еще живы? Как вы к этому относитесь сегодня? Сколько вы уже работаете? Больше месяца? Как вы себя чувствуете сегодня? У меня заготовлено уже 220 роликов. Как вас хватает на это все? Ну, как? Готовимся вот. Каждый день. Вчера тоже опять вышли. Два дня не мог. У меня перегруз тут был большой. Ну, много материала поступало. Ответы давать. Люди пишут же. События дня я это отображаю. Ну, и все. А вчера я в храме был, причащался. У меня все идет по расписанию. Это при... Да. Но как вы чувствуете? Все-таки есть смысл в том, что вы выкладываете всю свою душу на эту рулетку? Конечно. Есть в этом... Еще бы. Еще бы. Это не просто смысл, а неповторимый опыт. Неповторимый. С кем, как беседовать. Как раз я там и нужен. И посмотреть, в какой степени разбратился мир. И возможность это, есть или нет, отдельных людей оттуда вытащить. А вы видите, там и с мусульманами сколько раз беседовали уже. Это очень-очень непросто. Это понятно. Но вы видите, что люди начинают задумываться. Ну, отдельно там. Думали здесь и человек. А их там 500 тысяч. Но это капля. Но это капля, они могут сказать другим. Там встречался люди, которые меня только увидят. Они сказали, ой, Игнатий Тихонович, и вы сюда пришли. То есть они на наших ресурсах были не один раз. Я им все говорю. Ну, все, давай прощаться. Уходим. Сколько часов в день вы на этой рулетке находитесь? Ну, когда как. Ну, не меньше, как часа два определенно. Если взять среднее. А другие дни бывают часа три и четыре. Я считаю Псалтырь, считаю Евангелие. А они кадры мелькают. Я видел. Ваша молитва. Ладно, что вы молитесь. Да, молюсь. А уж как Бог примет. Я вижу, что врач-то нужен не здоровым, а больным. Да. Ну что же. Дай вам Бог сил. Спасибо, Христос. Слуха. Ну, а ваших, прошу, молитв. Сегодня будем молиться уже, все. До приезда. Я вам все телефоны скинул, чтобы вы нас сразу нашли. Все у меня есть. Все у меня есть. Спасибо. Спасибо за детей. За Сергея Пупкова. Он встречает гостей в аэропорту. Говорю, что мне бы добраться до Германии, а там мы еще будем с вами общаться и общаться. А в аэропорту, когда тут будешь, на картонке напиши, Лидия Муранова, и над головой держи. И он тебя увидит там в толпе-то. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Это не скоро. У вас какая девичья фамилия-то какая, я ни разу не спросил. Моя? Ну да. Моя? Я не меняла, моя та же самая. А, это ваше девище? Да, да. Я ее люблю и никогда не меняла. Понятно. Ну все, с Богом, дорогая сестра. Храните Господь. Спасибо. Отошел. Пошел к голубям. Так. Ну все, кто тут был до конца-то? Хоть один был? Все разбежались? Ну ладно. Да все здесь, Игна Тихо, если никто не разбежал. Ну что, до свидания. Спаси Христос, с Богом. До свидания. Тебе можно пить? Надежда, там еще осталось. Ну ладно, отошел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok